Девятое сентября. День Пимена Великого. Пимен по-гречески пастырь. Он родился в Египте. С юных лет он посвятил себя вере в Бога, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно молясь, преуспел в добродетелях иноческих. Он умертвлял свою плоть, воевавшую над дух, истощал ее, как пленника, великими трудами и покорял ее на служение духу. В результате взошел на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех пустынных отцов. Скончался он в возрасте 110 лет. Сегодня почитали рябину, собирали ее урожай наряду с калины. Наши предки ценили целебные свойства рябины и калины. Сназобие на их основе использовали для лечения простуды, нервных заболеваний, цинги. Использовали для повышения иммунитета, улучшения свертываемости крови, как бактерицидное и мочегонное средство. Была распространена традиция подвешивать гроздья рябины над крышами своих домов. Приметы. Если много рябины уродилось, это к ненастной осени и холодной зиме. Гроза сегодня предвещает теплую осень. Если птицы не всю рябину сели, значит зима будет мягкой. Появление комаров в конце первой декады сентября к мягкой зиме. Все, представитель Владимир Сергеевич Перевяков. Доброго дня, в гостях в целебной кулинарии. С чем вы к нам пришли? Ну вот я хочу вам приготовить капусту со сметаной. Вот я обычно знаю, что много... Капусту не перевариваете? Не, варим. Чего она хрустела, важно. Чтоб сохранили иногда полезную сметану. Не, ну просто, я не знаю, хрустела или нет, просто, чтобы она была вареная. Вот. Вообще редко, когда со сметаной. Капуста со сметаной. Обычно с маслом едят, потом солят капусту, хвастят. А вот со сметаной я вот не видел, чтобы... В гости часто хожу, никогда не видел, чтобы со сметаной. Это вот фирменное блюдо. Это моя мама научила мне пить. В вашей семье. Да, в нашей семье. И вот это семейное, так сказать, блюдо... Ох, как вы сразу много нарезаете. Или потом... Не, мы его еще будем крошить. Оно простое, простое в изготовлении, и недорогое, и быстрое, я бы сказал. И, кстати, если мы говорим о капусте, вот, она обладает рядом целебных качеств. Да, да, да. Да, именно. Там противоязвенный такой фактор имеется, то есть противоонкология, сразу будет хорошая профилактика. Значит, работа прекрасная желудочно-кишечного тракта, вот что взять капуста. И, кстати, в древнем Египте рабочих, которые работали на строительстве пирамид, кормили капустой, которая обладает силой. Отлично. А мне капуста нужна, чтобы кальций был. У меня отломки ногти, говорят, врачи мне сказали, что не хватает витамина в кальция. И я думаю, что кальция не хватает многим нашим зрителям. Геннадий Петрович, поделитесь, какие еще продукты нужно есть, чтобы был кальций. Кстати, действительно, значит, в капусте имеется некоторое количество кальция. Больше его, конечно, это будет в твороге. Но, тем не менее, вы сказали, что у вас ломки ногти. Да, да. И вы знаете, что происходит? Оказывается, два элемента дают в организме человека следующие факторы. Это кальций, крепость киета, и кремний дает эластичность связок. Так вот, если у вас что-то трещит и ломается, это говорит не столько о том, что нехватка кальция, а о том, что его может быть избыток, который ведет к нарушению эластичности. Поэтому для того, чтобы кальций у нас нормально усваивался, оказывается, надо, чтобы крем не обязательно был в нашем организме. Плюс, значит, что еще? Должен быть баланс особый. Поэтому вы занимаетесь своей капусточкой. А я тут параллельно сделаю для вас такое блюдо, которое способствует и усваиванию кальция, и тому, чтобы ногти не ломались, а были эластичными. Как вы режете, да? Я вот, смотрите, заранее заготовил куриные яйца. Вот тут бывает, смотрите, что-то вот такие вот пометочки. Мы их лучше всего удалим. Ну да, эта краска нам навредит, да? Краску удаляем. Смотрите, раз. Вот. Скарлупа представляет собой самые лучшие кальций, тем более он природного происхождения. И здесь даже особенно термически не обработан. Просто-напросто хорошенько яйцом это помыли. Видите, как оно сразу будет действовать полезно? Но для того, чтобы он усвоился, мы сейчас вот как раз сделаем особый препарат, который можно легко делать дома. И ваши ногатки, ногатки, волосы и кожа будут великолепны. А заодно сосуды. Потому что если у нас в организме избыток кальция, и ногти начинают ломаться, это говорит о том, что и сухость есть, это говорит о том, что им слишком много у нас вот этого, ну, при избыток кальция, это же сказывается и на сосудах. Ломка сосудов также может быть. Поэтому... Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Поэтому мы с вами, смотрите, вот взяли скарлупу яиц, 4 яиц. Теперь мы все это с вами на кофемалочке измельчим. Берем аккуратненько это все, вот, хорошенько высушили. Поэтому куриные яйца не выбрасывайте после того, как вы там съели вареное яйцо. Скарлупу высушите, и мы с вами будем использовать. Так, где у нас куришка? Вот она. Опа! И измельчаем. Измельчили. Смотрите, ах, как мы измельчили. Это не мясорубка, а... Это кофемолка. Кофемолка, да? Измельчили. Вот, смотрите, измельчили. Теперь мы с вами добавим травки, где содержится клин. Лучше все, чтобы это был биологически активный клин, и поэтому он содержится у нас в пороши и полевом хвоще. Значит, мы берем немножечко, чайную ложечку примерно, травы. Так, ну вот, нам, наверное, хватит с вами, да? Хватит, хватит, хватит. Вот, сейчас я объясню зрителям. Давайте. Ну вот, я нарезал капустой, не обязательно сильно мелко. Вот, сейчас на сковороду. Тут уже вода готова, кипела, да. И сейчас я это аккуратненько высыпаю. Да, высыпаю капусту в сковороду. Вот. Вот, да. И сейчас мы посолим ее. Вот. Ну, воды, воды заливать столько, чтобы вот хватило скипеть. Когда уже, вот это, тут минуты, наверное, ну максимум 10, даже меньше. Хорошо, пускай она скипит, чтобы все это пропарилось у нас. Да, 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 да. И сейчас посолим еще, посолим, размешаем. Соль есть у нас? Соль есть. Вот она, соль. Ну вот, смотрите, вот сколько, вот по ложечке, я не знаю, больше. Ну, давайте, смотрите сами, как вы сделаете. Да, ладно, ладно, на счет она стоит. Давайте. Вот, и сейчас размешаем еще. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!